ребят всем привет всем привет мы сейчас находимся на рынке время 8 утра до находимся на рынке фруктов почему так рано потому что к обеду все все расходятся закрываются лавочки здесь смотрите вот частные фермеры они просто утром все распродают наверное не знаю часов шести мы ели часов 7 стали наверно и к 8 только сюда подъехали вот наша задача сегодня закупить фруктов здесь очень много в таиланде необычных фруктов мы сами с юга с гонжоу там очень много тоже южных всяких фруктов но здесь выходим на многое что непонятно непривычно и удивительно удивительно будем в общем покупать какие-то необычные для нас фрукты а также обычные фрукты вот мы уже кое-что прикупили покажем рынок покажем цены наверно будем говорить на камеру все погнали рыба думаю да 40 бат говорит вот за этот мешок огурцов за три мешка я так понимаю стоп бас супер дешево как же и бананы продается не читать вот это что интересно да кто-то вообще не понятно 40 бас манго 60 бат 25 зеленых украинтан украинтан привет покупая в общем такую связку бананов 40 банана запросила за эту целую вы пробовать 20 стоит один килограмм почему они ребята продают красный арбуз и желтый арбуз цена одинаково интересно так перекидывает проверяйте да проверяет раз на этот вот отбирает а мать манки но целую коробку 33 стоят ребята такая коробочка по килограммам к сожалению не продают хотя судя по этой коробочке здесь прям так настолько мало что как будто она уже продала местная жительница нам показала вот здесь можно купить мангустин по килограмму раз посмотрел у него так здесь интересно очень много фруктов свежих и везде цены как есть заметила да посмотри что это за фрукты что это за фрукты это мне кажется манго нет это не манго непонятно на я думаю что надо будет купить и попробовать бери в общем ребят будем покупать то что мы вообще ни разу не пробовали и будем покупать то что пробовали вот какой-то тоже неизвестный фрукт для нас тоже возьмем попробуем слушай есть совсем мягкий а есть такой более плотный как брать мне кажется вот этот похоже нет нет мне кажется вот еще какой-то фрукт нам непонятный неизвестный возьмем вроде бы приехали с юга но много очень неизвестно для нас да да возьму наверное парочку всего неизвестно понравится нам это или нет это змеиный фрукт мы однажды в китае ой мы однажды в китае его покупали буквально две штучки чтобы попробовать но если честно не сильно поняли вкус ну надо повторить я так думаю может быть здесь более выразительный какой-то вкус это многовато а ну вот только вот такие штучки 230 бат за все да? да а также смотрю ребята здесь завтраки есть на рынке они вот смотрите наливают какой-то супчик в бульон вот так вот заворачивают и все и герметичная упаковка можно позавтракать я так понимаю также на рынке продается курица я так понимаю это фермеры приезжают со своим всем добром и распродают здесь это все дело ну и тут как на каждом рынке всегда грязно и пахнет очень много зелени расхватывают прям и смотрю прям все с утра 45 бат 1 кг помидоры очень красивенькие свежие прям видно что только-только с ветки а здесь уже ребята оптовый рынок здесь все продается упаковками вот они сидят женщины и они продают все упаковками получается вон кукуруза лук все мешками они мажутся каким-то кремом непонятным от солнца и я смотрю они тут все ходят намазанными в основном женщины намазываются так в отделе прям пахнет рыбой сушеной рыбой а здесь вот прям несколько хвостов сушеной рыбешки интересно куда они ее набирают да? может для салата может быть? а вот один я а вот один я один килограмм двадцать один килограмм двадцать груза очень хорошая и дешево сколько? один килограмм двадцать один килограмм двадцать пятьдесят 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 вон какая-то стучалка даже есть окей 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 сегодня мы целый день будем кушать дурья пятьдесят шесть килограмм это сколько получается? окей сколько? обезья мать ну что берем? поменьше нету? может поменьше? Катя еще торгуется. Предложил нам его почистить, но мы будем самостоятельно открывать. Зная то, что открытый он долго не полежит, лучше его не открывать на рынке. Открывать его сразу дома и кушать. Непосредственно перед едой. 6 килограмм. Отлично. Спасибо. Ребята, кто знает, напишите нам, чем это анимация. Мы вчера сравнивали здесь цены с магазинами и говорили, вау, как все дешево, как все дешево. Сегодня заходим, но здесь уже все подороже, конечно, чем там. Понимаешь? Вон там, да? Да. Фермеры, да? Ну, не фермеры, а вот как, с колес, как говорится. С колес, да, продают. Сейчас они, ребята, все разъедутся и вот эти ряды оживут. Они вот просто сядут, ждут, пока они разъедутся. Как только они разъедутся, здесь будут ходить люди и что-то покупать. А сейчас здесь очень пусто, но там уже, в принципе, потихонечку уже расходится народ. Ну, мы пройдемся, посмотрим, что здесь еще есть. Может быть, мы что-то не видели еще. Манго, зеленый манго, 40 бат за килограмм. Чуть-чуть пожелтевший манго, 50. Вот, а там на улице по 25 такой можно купить. Серьезно? Да. Что я пропустил, видимо. Мандарин 50 бат. Вот, 40 бат уже прям зрелый. Вот такой манго мы там видели, по 50. Да, 50, да, было, да, да, да. Тут прям калиброванный прям, и прям запах здесь очень хороший. Добротный. А пахнет фруктами и очень вкусно. И бананами, кстати, там тоже понравилось. То есть, ребята, если вы приедете на этот рынок, то обязательно надо с утра, чтобы попасть на эту продажу с колес, так сказать. Там намного дешевле, можно потроговаться. Приезжайте с утра и таривайтесь фруктами. Только вот начал открывать свой прилавок. Она работает целый день. Вот мы вчера были в 11-12 часов. Она работала, да? В обеденное время мы были, и она работала. А сейчас видно, что это. Только-только вышел на работу. Потому что нет смысла продавать, потому что здесь все с колес. Дешевле, дешевле. Люди все тут ходят. Сюда даже никто не заходит. Слушай, мы заходили здесь, было очень много народу. А сейчас уже разъезжается народ. О, смотрите, ребята, зеленый манго 25 бат. А здесь вообще по 20. Берем на пробу местный манго. Да мы его уже пробовали, если честно. Манго очень вкусный, сочный. 50 бат, 1 килограмм. Да, 50 бат совсем дешево. Такой возьму поспелее. Пусть он, конечно, не так красиво выглядит, но он вкусный. А если взять вот такой вот непонятный фрук? А это финик. Финик? У нас в Китае такой продается, да. Он маленький финикозный, начинает коричневеть, потом такой коричневый. Китайский финик. А интересно, яблоки у них свои или привезенные? Не знаю. Попробовать бы их яблоки, вдруг они, может быть, у них какие-то повкуснее. И мангустин, ребята, всего 100 бат за килограмм. Возьмем несколько штучек. В Китае, конечно, мы его ели. Но дополнительно еще возьмем. Девочки его очень любят. Кстати, по линии вот этот фрукт, как он, папайя, да? Папайя. Очень понравился. Разница ее. Видно, что эта женщина здесь не последний человек. Она отчитывает этого большого человека. Он взял ее калькулятор и не вернул ей. Она его отчитала на Витернек. Он пришел ей, вернул калькулятор и наказал себе еще тарелкой по голове. Посмотри, вот этот зеленый манго какой дорогой. 75 бат. Ну, это, скорее всего, потому что очень большой. Посмотри, вот за 70 такой маленький. Это все рифа и большой. Ну, видимо, вкусный какой-то сок может быть еще что-то. Ребят, посмотрите, у него прям сок выступает. А сок именно как не с сахаром, а как с сахарозой. Как смола липкий такой. Да, и он очень липкий, как сироп идет, в общем. Сок такой. Когда приехали, оно вот так было. То есть это столько продавали? Вот это. Это может быть типа карри, что ли. Вот это карри, кажется. В общем, ребята, это специи, наверное, продается по весу. Вот у дядьки, смотрите, по 20 бат за штуку. Отлично. Ну все, ребята, мы закупились. Посмотрите, какая куча у нас получилась. Гора фруктов. Тяжело вообще. Очень тяжело и можете просто наблюдать. Посмотрите, ряды уже пустеет, пустеет, пустеет. С каждой минуты. В начале видео вы видели, насколько было много народу. А если бы мы пришли сюда еще раньше, часов 7, я думаю, здесь было бы просто не протолкнуться. Приезжает обстановление. Поделить уже никого нету. Мы вам показали цены, показали рынок. Ты рекомендуешь к посещению? Как здесь цены? Да. Цены очень. Стоит ли сюда ехать? Да, очень дешево. Я думаю, что стоит приехать. Хотя бы перед отъездом, чтобы купить фрукты с собой. Потому что очень многие люди, я знаю, везут фрукты с собой в Россию. Ну все, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.